3 тысячи заявлений на поступление в Одинцовский филиал МГИМО было принято в первом потоке. Однако подать документы успели не все. По многочисленным просьбам абитуриентов с 9 августа в кампусе началась вторая волна зачисления. Одинцовский филиал МГИМО работает первый год. Без сомнения пользуются большим спросом на каждое место по 25 человек. Несмотря на то, что конкурс на место очень большой, абитуриенты трудностей не боятся. Некоторые даже готовы ездить на занятия из Москвы в область. Диана одна из тех, кому придется тратить несколько часов на дорогу. Учиться в МГИМО – ее детская мечта. В МГИМО очень сильный университет с серьезной репутацией. Я проводила для себя исследования, сравнила университеты по таблицам, по качеству преподавания, каких выбирают лекторов. Мне очень подошел этот вуз. А потом направление политика, международные отношения – это то, что мне именно интересно. Всегда интересовался этим направлением. Мне кажется, мне больше всего подходит этот вуз, и он самый сильный. На базе Одинцовского филиала будет работать Международный институт энергетической политики и дипломатии. Единственный в России и мире учебный центр, который сочетает в себе фундаментальные университетские знания с глубоким изучением процессов, происходящих в области энергетической дипломатии и геополитики. В Одинцовском филиале функционируют кафедры крупнейших российских компаний, которых можно причислить к числу международных. И также программы, которые основаны в Одинцовском филиале, являются абсолютно новыми и не дублируются в МГИМО. В этом году набор бакалавров осуществлялся по шести направлениям – экономика, бизнес-информатика, управление персоналом, государственное муниципальное управление, менеджмент и юриспруденция. На нее больше всего было подано заявлений. Международное право и сравнительное правоведение – это программа реализуется совместно с Международным центром имени Ломоносова в Женеве. На эту программу поступило очень много иностранцев, свыше 20 человек. До 31 числа у нас продолжается приемная кампания. Надеемся, что в этом году набор будет намного больше, чем в прошлом году. Помимо лекций и семинаров студентов ждет насыщенная внеучебная деятельность. Все желающие смогут попробовать себя в творчестве, спорте, науке. Все мероприятия, которые мы проводим, мы проводим совместно с университетом, со студенческим советом университета. Активно включаемся в эту деятельность, активно сотрудничаем и участвуем в мероприятиях, которые проходят в МГИМО. Мы одна, большая, единая, дружная семья. Для Горчаковского лицея выделили целый этаж. Школьники и студенты мешать друг другу не будут. Лицеистов отбирали со всех уголков России. Сейчас сформировано три класса, два десятых и одиннадцатый. В каждом по 15 человек. Мы 1 сентября сейчас делаем первый набор. И ребята, которые были отобраны по результатам вступительных тестирований, 1 сентября начинают учебу. Это будут дети десятых и одиннадцатых классов в этом году. Одинцовский кампус МГИМО – это трехступенчатая система образования. Горчаковский лицей, колледж и университет. Для лицеистов и студентов они станут вторым домом на долгие годы. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.